Всем ола, амигос! Это агентство хороших новостей. И приветствие по-испански им не просто так. Ведь недавно в Америке состоялась премия за достижения в латиноамериканской музыке, подробнее о которой в нашем следующем сюжете. Не диспосита единым. Так можно описать разнообразную латиноамериканскую сцену. На состоявшийся в шестой раз Latin Music Awards было аж 28 категорий. В пяти из них, включая «Артист года», выиграл пуэрториканский рэпер Бэт Банни. Но самое интересное, что за наградами «Триумфатор вечера» ни вживую, ни виртуально не пришел. Зато звезда Регетона, певец Азуноу, достоился награды в номинации «Экстраординарный эволюционер». И вручить ее вышла его пуэрториканская бабушка. Без слез не обошлось. Этой женщине я обязан своей музыкальной карьерой. Впрочем, не обошлось и без звезд мировой величины. Селена Гомес и ее испаноязычный клип «De una vez» был признан в виде угода. Мне кажется, на испанском я пою даже лучше. А вот ее коллега Шакира на испанском лучше всего читает рэп. И благодаря треку «Мэгусто» получила две награды, в том числе в категории «Лучшая поп-исполнительница». На латиноамериканской премии засветился и легендарный Рикки Мартин, чтобы запремьерить новый трек «Кансион Бонита». В общем, песни на испанском – это определенно тренд среди звезд. Тем временем американский журнал «Тайм» наметил другой тренд – использовать свои обложки в качестве арт-площадок. Например, недавно художники построили модель земли из зеленых спичек, которые символизируют деревья, и подожгли их. Идея была в том, чтобы показать, что климатический кризис касается каждого из нас. Такой вот сигнал общественности. Кстати, о знаках. Именно им посвящен и новый клип певицы Кати Лель. Ничего не бойся. Главное, иди вперед. Вот он, простой лайфхак от Кати Лель. Он и лег в основу ее нового клипа с электронным дуэтом Блэк Купра под названием «Знаки». Да и вообще, если бы не «Знаки» в жизни, то мы бы, наверное, никогда не услышали, например, про «Муси-пуси» и «Джага-джага». Если я слышу музыку моей любимой певицы Шаде, я понимаю, это знак «Остановись». Все самые важные решения, как пресс в Москву, как такие очень глобальные, личные, какие-то переживания я принимала под ее музыку. Кажется, это рабочий метод, ведь и история песни «Знаки» началась похожим образом. Катюша услышала нашу работу на каком-то мероприятии и написала, сказал, что ей понравился саунд, и давайте придумаем что-то новое, интересное, хорошее, светлое, прекрасное. По сюжету Катя играет межгалактическую посланницу, но снимали видео весьма земными способами. Именно некоторые фишки, которые мы снимаем на телефон, очень тяжело снять на камеру, поэтому мы и делаем это именно с помощью телефона. Посмотрим, какой бы стайл у меня сегодня. Также в клипе не обойдется без танцев в стиле ТикТок, так что новая работа обещает покорить и космос, и тренды соцсетей. Привет, я Катя Лель, и вы смотрите Бридж ТВ. Друзья, и на этом все. Вы смотрели агентство хороших новостей. До встречи на телеканале Бридж ТВ. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!